Добрый день, меня зовут Маргарита и сегодня вам покажу пошагово как активировать ID-CAT сертификат и расскажу для чего он нужен. Я недавно опубликовала пост в фейсбуке о том, что я уже можно подавать заявление на помощь на спортивные секции для детей в Барселоне. И в этом году заявление на эту помощь можно подать только онлайн. И для того, чтобы подать онлайн у вас должен быть сертификат. Самый простой, самый быстрый в получении это ID-CAT сертификат и сегодня вам покажу как его заполнить. Но для начала расскажу вообще для чего он нужен. Этот сертификат нужен для того, чтобы вы простыми словами никуда не ходили, а могли по интернету, онлайн сделать, заполнить заявление, распечатать прописки, взять какие-то сертификаты, подписать какие-то документы, то есть электронная подпись. То есть, чтобы вы не записывались на прием, чтобы никуда не ходили, а через онлайн, через страницу юнтаменту мэрии Барселоны вы сделали все, что вам необходимо. Поэтому это достаточно важно и я думаю, что каждый должен знать, как его активировать и у каждого он должен быть. Итак, для того, чтобы активировать этот сертификат, у вас есть две опции. Онлайн, а также вы можете подать заявление и пойти в ту же мэрию и вам его активируют. Онлайн, конечно, намного проще. Онлайн вы можете сделать или на этой страничке, или на этой. Я выбрала эту, потому что здесь намного проще и намного быстрее. Поэтому сегодня буду показывать именно на этой страничке. Я оставлю вам все ссылки, первый и второй, вы сами посмотрите, какая вам проще. Здесь что нам понадобится? Нам понадобится ваш документ, это должен быть или ДНИ, или не. И понадобится медицинская карточка и ваш телефон. Начинаем. У меня нет ДНИ, начнем. Я буду активировать себе, поэтому у меня, кстати, его не было. У меня был другой сертификат, который более обширный для всех видов вообще, для всего, которые я могу подавать и на гражданство, могу и обновлять свои документы. То есть у меня более обширные. То есть этого сертификата у меня не было, поэтому сейчас я его активирую. Так, начинаем. Здесь я должна поставить свой документ. Здесь мы ставим номер, который находится вверху справа вашего документа. Здесь мы можем посмотреть, где он находится. Итак, здесь мы ставим дату окончания вашего документа. Дата рождения. И здесь мы ставим номер, который находится на обратной стороне вашей медицинской карточки. То есть не сам номер медицинской карточки. На обратной стороне есть штрих-код. И внизу штрих-кода есть большой номер. Вот его мы и записываем. И нажимаем. Здесь мы должны поставить номер телефона. И электронный адрес. Дата рождения уже стоит. Continua. Продолжаем. Здесь нам должен прийти код. На наш телефон, который мы поставили, должен прийти код. И мы должны его сюда поставить. Соглашаемся со всеми их условиями. И даем «Альту». Регистрируемся. Все. Я зарегистрировалась. То есть вот такой процесс. Он не сложный, но уже мы это сделали. То есть здесь вот этот вот сертификат, который здесь находится, мы его должны сохранить у себя на компьютере. Все. Он у нас уже есть. И мы его сохраняем. Далее. Если мы хотим заполнить какое-то заявление, распечатать прописку, какие-то сертификаты, все что угодно, у вас появится вот такое окошко. И вы здесь ставите ваш номер документа, а здесь ставите ваш телефон. И нажимаете сюда. И вам приходит код. Вы ставите этот код. И уже вы можете зайти и заполнить разные заявления и сделать все, что вам нужно. То есть ничего сложного особо здесь нет. То есть все заполняете и получаете. И в следующем видео я расскажу, как использовать этот IDK сертификат для того, чтобы подать заявление на эту помощь на спортивной секции для детей в Барселоне. И мы тоже наглядно посмотрим, как это сделать. На этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Оно было для вас полезным и интересным. Если у вас есть вопросы, обязательно пишите. Я отвечу. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой инстаграм. Всем хорошего дня и до скорых встреч! Подписывайтесь на мой инстаграм.